Каспийский творческий коллектив «Наследие Дагестана» принял участие в 11-м фестивале детского кино «Хрустальный источник», который проходил в Ясунтуках при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В ходе фестиваля ребята посетили множество мастер-классов от известных кинематографов. Отметим, что приглашение команда получила от Министерства культуры Дагестана. По результатам кинофестиваля команда получила приз зрительских номинаций и награду за лучшую режиссерскую работу. Это была вообще наша первая поездка, это крупнейший кинофестиваль, где принимало участие получается 9 команд со всей страны. И Дагестан впервые принимал участие в данном кинофестивале. Мы вставали в 6 утра, шли на съемки фильма до 9.30. Из 9.30 мы ходили на мастер-классы до 17 часов, из 17 до 21 часа мы ходили опять на съемки фильма, получается. После до 2 часов ночи мы монтировали и ложились спать с 2 до 6 утра. И так 8 дней. По словам руководителя, дети с первого выхода на дорожку покорили всех присутствующих. Они отличились от других команд своими образами в современном этно-стиле. Они все шли к победе, то есть они хотели заявить о себе. И поэтому, несмотря на всю сложность, температура на улице была под 40 градусов. И все снимались и не уходили с площадки. Юные таланты получили новые знания в актерском мастерстве от лучших педагогов России. Узнали минусы и плюсы кино жизни и многое другое. Мне очень понравился съемочный процесс, как мы там снимали, снимались и монтировали ролики. Это было очень захватывающе и интересно. Я был главным героем, и там надо было пройти какие-то трудности ради любви. А у нас очень добрый оператор был, режиссер. И вот это все так прониклось в нас, то, что нам очень понравилось. Я узнала очень много всего, взяла какие-то факты из мастер-классов. Мне очень понравилось само мероприятие и съемки. Трудностей в основном не было, мне все давалось очень легко. Съемки тоже были классные, и команда у меня потрясающая. Новый опыт я получил в сценических драках, когда меня и враги имбил живот, мне надо было подпрыгнуть и еще реалистично упасть. Начинающие операторы и режиссеры также были рады побывать на фестивале. Для них это большой опыт и прорыв в мир кино. Как отмечает оператор София Староконь, она и ранее снимала крупные проекты, но эта работа для нее была наиболее особенной. В основном мы с светокоррекцией нам объясняли, и светокоррекция нам очень сильно помогла, потому что я раньше не работала с светокоррекцией. А когда мне вот сказали, несколько показали моментов, как с ней можно поиграться, я думаю, вау, вот это вот, спасибо большое за это. К сожалению, номинацию «Лучшая операторская работа» убрали в последний момент, из-за чего команда и София расстроились. Так намеревались забрать призовое место. Кроме того, один из лучших кинооператоров России Шандор Беркиши похвалил работу дагестанки. Он меня догнал, схватил, сказал, у тебя очень красивая работа получилась, очень такая картинка привлекает сразу. Мы посмотрели очень много красивых работ. Я думала, что там другая команда ее заберет. Но я так удивилась, когда вот такой вот оператор, который за словом в карман не полезет, мне сказал, вот у вас такая картинка красивая. Если бы была номинация на лучший оператор, вы бы ее забрали. Несмотря на некоторые нюансы и неурядицы, команда забрала одну из важных наград. Это лучшая режиссерская работа, которая была выполнена юным талантом, невероятно творческим подростком Тамерланом Ибрагимовым, который взял за основу историю любви своей тети и написал по нему сценарий фильма «Цена любви». Мы были готовы, я как бы всю жизнь стремился к этому, я знал, на что я иду. И я попытался по максимуму себя проявить, и я был очень рад, что мой труд признали и нам дали приз по номинации «Лучшая режиссерская работа». На сегодняшний день ребята планируют достигать новых вершин. Каждый из них готовится к тому, чтобы реализовать себя в кинематографе.